Он создал цивилизацию на планете Земля. Благодаря ему Европа стала европейской, Китай китайским, Россия русской. В нем наша надежда на будущее и наша общая космическая судьба. Редактор субтитров А.Семкин Здесь работают над созданием нового хлеба. Его собирают буквально по молекулам. Один атом к другому. О таком хлебе можно только мечтать. Во многих странах и цивилизациях, где исторически человек занимался земледелием, хлеб играл доминирующую роль в культуре. Я полностью согласен с идеей, что все мы дети хлеба. В будущем можно будет получить хлеб с любым вкусом, цветом и запахом. С идеальным сочетанием белка, жиров и углеводов. Это будет совершенный продукт для совершенного человека будущего. В течение миллионов лет человек развивался по милости эволюции. Он был вынужден ей подчиняться. Сейчас мы находимся на переломном этапе, когда сможем сами определять, в каком направлении мы будем изменяться. Такого человека будущего великий философ Ницше называл сверхчеловеком. Он будет сам решать, когда ему умирать и умирать ли вообще. Этот сверхчеловек возьмет собственную эволюцию в свои руки. И, наверное, первый шаг на этом пути – создание искусственной еды. У вас на кухне рядом с холодильником будет стоять пищевой принтер. И вы будете приходить в магазин за ингредиентами и вставлять их, как картридж, в обычный принтер. А потом угощать свою семью и друзей, например, вкусной выпечкой. Такое устройство напоминает хорошо известные 3D-принтеры. Называется оно «химический компьютер». Благодаря ему ученые уже сегодня могут создавать искусственный хлеб, внешне похожий на настоящий. Ген цивилизации, который несет в себе традиционный хлеб, уже не раз изменял ход истории человечества. А куда же теперь повернет история и какой новый мир сформирует хлеб будущего? Десять тысяч лет назад человек встретился с хлебом. Зарождение мировой торговли и экономики, первые великие изобретения и даже то, как мы с вами сегодня выглядим, все это результат встречи человека и хлеба. Особенность производства зерна, оно породило разделение культур. Оно породило разных людей. Физиологически разных, психологически, так сказать, интонационно разных, что они хотят. И в конце концов зерно сформировало разнообразие цивилизации. В октябре 1492 года корабли испанского мореплавателя Христофора Колумба достигли берегов Америки. Пройдет несколько десятилетий, и небольшие отряды конкистадоров легко справятся с местными индейскими племенами. Почему? Потому что завоеватели имели стальные пушки и ружья, а у индейцев были только деревянные луки да копья. Причина такого преимущества испанцев кроется, как ни странно, в том, что они веками выращивали пшеницу. А индейцы – кукурузу. Во всех цивилизациях непахотных на научно-технический прогресс идет медленнее, потому что кукурузу как возделали с самого начала при помощи палки-копалки с утяжелителем, так и возделали до 1-3-16 века, когда пришли испанцы. Сделал лунку, бросил туда зерно кукурузы, и все. Даже ухаживать особо не надо. А собираешь по несколько урожаев в год. И в данном случае не надо было изобретать плуг с отвалом, какой-нибудь еще колесный плуг. И это, конечно же, оказывало влияние на замедленное научно-технического прогресса. Опять-таки, в данном случае совершенно не нужно использовать металл. И металлургия не нужна для занятий всяким хозяйством. Вот почему индейцы и проиграли сражения испанцам. Пушку или ружье без металла не сделаешь. Но вначале металл потребовался хлебопашцу, который изобрел плуг с металлическим лемехом, а уж затем воину. На протяжении тысячелетий забота о хлебе заставляла человека постоянно что-то изобретать. Плуг – один из первых выдающихся инженерных проектов человека. Ему больше пяти тысяч лет. Но долгое время плуг лишь просто отбрасывал пласт земли в сторону. И тогда какой-то предприимчивый римлянин изобрел отвал. Благодаря отвалу земля под плугом переворачивается. Все сорняки оказываются внутри борозды и часто гибнут. Это изобретение позволило распахивать огромные поля под хлеб и осваивать новые территории. По сути дела, все базовые достижения цивилизационного процесса, можно сказать так, кожнями своими уходят в разведение хлебных культур. Одно открытие влекло за собой другое. Вначале мельничные жернова крутили вручную. Потом придумали использовать силу ветра и воды. Ветряные и водяные мельницы стали первыми машинами, которые придумало человечество. Благодаря выращиванию зерновых мы научились от растений получать солнечную энергию в очень удобном, понятном для нашего организма и концентрированном виде. И, соответственно, появление вот таких относительно легких и дешевых источников энергии позволило человечеству тратить свои силы на какие-то более возвышенные задачи. И недаром возникновение цивилизации мы наблюдаем прежде всего в районах древнего земледелия. И тогда начинает развиваться письменность, наука, культура. Почему австралийские аборигены, самая древняя цивилизация на Земле, так и не смогли выйти из каменного века? Ответ прост. У них не было хлеба. Как выяснили ученые, в Австралии никогда не росли дикие хлебные злаки. В священном писании земля обетованная, или израильская земля, святая земля, часто называется хлебным местом. Видимо, в древние времена здесь была вдоволь и пшеница, и хлеба. Не случайно в Библии хлеб – самый упоминаемый продукт. В книге Бытия хлеб упоминается 56 раз. В Псалтыре – 23. В Евангелиях – 88. Ученые выделяют несколько главных кругов цивилизации в истории человечества. Все они создавались культурами злаков. Первый круг зерновой цивилизации находился на берегах Средиземного моря. И формировался он вокруг пшеницы. В окрестностях древней Хайфы, расположенной на берегу Средиземного моря, находится гора Кармель. Как выяснили археологи, люди здесь начали селиться еще 45 тысяч лет тому назад. Человечество в этом месте оккультурило дикую пшеницу Эммер и Дикий Ичмень около 10 тысяч лет назад. Мы называем это уникальное место каньоном Эволюции, потому что здесь ученые могут увидеть эволюцию в действии. Уникальность места в том, что на разных склонах каньона разный климат. Африканский на южную и европейский на северную. На каждом из них своя флора и фауна, а разделяет их всего несколько десятков метров. Поэтому происходит быстрое естественное скрещивание растений, которые обычно растут на разных континентах, на расстоянии в тысячи километров друг от друга. Институт Эволюции университета Хайфы использует это место как природную лабораторию для изучения эволюции, адаптации и видообразования многих и многих организмов. У пшеницы самый большой и сложный геном из всех, какие до сих пор пытались расшифровать. Он в четыре с лишним раза больше человеческого. У любого растения, как правило, один дикий предок. Но у нынешней пшеницы их сразу три. В этом ее уникальность среди всех зерновых культур. Пшеница, получается, объединяет три генома. Геном А, геном Б и геном Д. Вот это удивительная эволюция, которая позволила, за что такого геномного богатства, геномного состава, позволила эту культуру занять широкие распространения. Генетическое богатство пшеницы позволило ей не только быстро покорить Европу и значительную часть Азии, но и стать одним из самых мощных факторов эволюции. Не в последнюю очередь благодаря пшенице человек изменился внешне. В прежние времена он был вынужден питаться сырой пищей, поэтому у первобытных людей были мощные крупные челюсти. Зубы по прочности ничем не уступали клыкам хищников, но с появлением хлеба отпала необходимость в таких челюстях, и человек стал быстро менять свой облик. Любопытно, что самым слабым звеном в этой эволюции оказались зубы. Они не успевали адаптироваться к новой пище. Вот почему 80% современных людей страдают той или иной формой заболевания зубов. Это плата человека за новую еду. Основой которой и стал пшеничный хлеб. Добрый день. Добрый день. Так здороваются в России. How are you? Это приветствие англичан. Nietzsche файн лама. Так говорят китайцы при встрече. В переводе на русский язык это означает, а вы сегодня ели рис? Как и пшеница, свой великий круг цивилизации создал рис. Его родина – Юго-Восточная Азия. Рис стал главным хлебом в Японии, Индии и Китае. Именно питание рисом привело к формированию особого типа мышечного строения китайцев. Получение белка не из мяса, а, например, из рыбы в приморских районах, или вообще только питание рисом и дофу, то есть соевым творогом в разных вариациях, приводило совсем к другому типу строения человека. Это длинные мышечные волокна, которые дают в известной степени гибкость и хорошую растяжку. А это как раз те качества, которые необходимы для Ушу, знаменитой системы боевых искусств. Получается, не случайно она родилась именно в Китае. Но сформированный рисовым питанием организм оказался плохо приспособлен для традиционного пшеничного хлеба. А мы пытались продавать наши багеты в Китай, но китайские потребители его не оценили. Для них хлеб оказался слишком твердым, а корка была слишком толстой. Доходило даже до того, что китайцы багетом повреждали себе десны. И вот что удивительно, большую часть своей истории в пять тысяч лет китайцы практически не знали риса. В древности в Китае больше выращивали пшеницу, сою и просо. До X века рис не играл значительной роли. Ведь большинство китайцев жило на севере страны, где рис плохо растет. Буквально за несколько столетий, по меркам истории это ничтожно, рис сформировал особый тип китайца, который сегодня проживает на юге страны. Именно там, где рис является основой питания. И если идеалом красоты на западе является могучий мужчина с контунированной фигурой, вот такой Аполлон, который нам известен из античной культуры, в Китае немножко все по-другому. Там идеал красоты – это мужчина, обученный с таким небольшим животиком, не всегда могучий, скорее с плавными движениями, с покатыми плечами. Женщина, наоборот, не красавица с мощной формой Венера, а скорее субтильная, тонкокосная, бледная, обязательно с выбеленным лицом. Это тоже связано с потреблением пищи. В наши дни Китай называют всемирной фабрикой электроники. Как ни странно, успехи этой страны в электронной промышленности тоже напрямую связаны с рисом. Обработка риса не требует подвига, она требует очень монотонной, долгой работы. И именно от монотонности зависит успешность обработки поля. Поэтому здесь, хотя принято говорить о трудолюбии китайцев, скорее надо говорить о способности к монотонной, в известной степени очень увлекательной работе. Эти качества требуются при выполнении простейших операций, когда собираются электронные приборы. Поэтому, когда мы смотрим телевизор, собранный в Китае, или звоним по телефону, на тыльной стороне которого написано «Made in China», то надо благодарить и китайского крестьянина, который много веков ухаживал за полями риса. Рис в Азии играет ту же роль, что и хлеб на Западе. Поэтому давайте расширим понятие «хлеб» и «зерно». Назовем это «зерновые». Именно они объединили человечество в одну большую семью. У каждого члена этой семьи на столе свой хлеб. Именно он, свой особый на каждом континенте, заложил основы разных культур. Вообще, слово «культура», оно ведь неразрывно связано с производством хлеба. Слово «культура», производное от латинского причастия «культус», а оно происходит от глагола «колере» – это «возделывать». Где нет возделывания продуктов питания на земле, в узком смысле слова там нет и культуры. Труд земледельца всегда поэтизировался. Фактически театр, литература, другие искусства зародились в священных ритуалах, которыми обязательно сопровождался посев и сбор урожая. У нас их коровай, то это, можно сказать, что это народная опера. Это любые, все действия, они сопровождаются такими песенками, коротельками. Все действия. Вот и за местом, и когда нараживаете, и когда упежают из печи, и когда ее клетьми носят. Все сопровождается песенками. Это народная опера. Но это идет с давних времен. «Трагедия как жанр» родилась в Древней Греции. И одно из значений древнегреческого слова «трагос» – «каша». Такие каши-похлебки имели священное значение и дали название целому ряду религиозных праздников и мистерий. Так что, покупая билет в театр, где поставили трагедию, мы отдаем должное и древним праздникам, главным героем которых был хлеб. В основе искусства и культуры китайцев – поклонение рису. Пытаясь извиниться, они произносят «Я ничтожен, как маленькое зернышко риса». Или «Я всего лишь рисинка в огромной горе риса». Если говорят, что их мнение ничего не значит. Китаец нетребователен и неприхотлив. Ему нужен минимум, и он будет чувствовать себя счастливым. Эта психология зернышка риса пропитывает все сознание людей, формирует их искусство и культуру. Именно Китай создал, пожалуй, самую известную систему миниатюр, самых разных. Ну, например, только в Китае возникло уникальное искусство – росписи различных пузырьков и вазочек изнутри. Для этого берется кисть, изогнутая под углом, и через горлышко маленького пузырька изнутри рисуется пейзаж. Я видел мастеров, которые расписывают это за несколько часов. Отсюда же миниатюризация жизни приводит к рождению миниатюрных садов в Китае, которые потом перекочевали в Японию, стали искусственными кибанами. Ну и, наконец, это самое главное – это рисовая культура заключается в разделе риса между собой. Обычно, когда мы садимся обедать, мы едим первое, второе и иногда даже третье блюдо. А в Китае с древности сложилась особая система подачи блюд. Мясо, рыбу и даже травы подают в небольшом количестве для аппетита. А уж потом на большом блюде подают рис. Это и есть основное блюдо. По мнению китайцев, наесться можно только рисом. Его еще называют китайским хлебом. Эволюция китайской цивилизации, основанная на рисовом мышлении, привела к тому, что человек стал считать себя винтиком огромного механизма. В одиночку иногда собрать урожай очень сложно. Обработать – да, собрать – очень сложно. Соответственно, община распределилась так, что один день работал на поле все одного человека, другой день – другого человека. Этот коллективизм, он закладывается, конечно, что происходит от особенностей сельскохозяйственных культур и их обработки. Своим коллективизмом китайцы очень напоминают славян. У них тоже сильные традиции общины. И это также связано с хлебом. Столетиями люди боролись с сорняками, которые мешали расти пшеницу. Особенно им досаждало вот это растение. С ним беспощадно воевали древние греки и древние римляне. А вот древние славяне смогли посмотреть на него с другой стороны и оценить его по достоинству. Этот сорняк – ничто иное, как рожь. Рожь образовала другой великий круг цивилизации. Именно рожь, а не пшеница, сформировала славянскую культуру. Сформировала характер человека, которому генетически привычен черный, а не белый хлеб. И не случайно хлеб на Руси именовал словом жито. Один и тот же корень – жито. И до сих пор в украинском и белорусском языке рожь называется жито. Земледельческая цивилизация славян, особенно в России, находилась в экстремальных условиях. Исторический центр России – это единственный очаг земледельческой цивилизации, который расположен в так называемой минусовой зоне. То есть среднегодовая температура здесь, в центре России, отрицательная. Но почти всегда на полях, где не давала урожай пшеница, прекрасно всходила рожь. Недаром на Руси говорили – матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка – по выбору. Рожь – это наша традиционная культура, высокая, может бороться сама с сорняками, в отличие от пшеницы, от гербициды надо применять, потому что она низенькая и неконкурентно способна. То есть высокоростость – это генетический признак. Надо первому вылезть наверх, отсвести и рассыпать семена. Но даже рожь не гарантировала в России стабильного урожая. Чтобы прокормить семью, русский крестьянин должен был распахать поле в 10 раз больше, чем французский. А это осложняется еще одним фактором. Француз работает на поле 9-10, в некоторых районах 11 месяцев в году. На юге Франции на полях не работают только в январе. Уже в феврале можно начинать подготовку земли к пахоте. А, как вы понимаете, и в феврале, и в марте, и зачастую в апреле в Центральной России на полях лежит снег. Вот в таких условиях и проходил естественный отбор. Выживали люди с особым генотипом. Люди ржаной цивилизации. Это те, кто был способен на сверхусилие. Так ковался русский национальный характер. Но в середине 20-го века рожь в России оказалась в немилости. Ее посевы сократились почти в два раза. Казалось бы, какая связь между Иосифом Сталином, рожью и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем? Оказывается, связь есть. Наблюдая за тем, к чему привели необдуманные эксперименты над русским зерном, Черчилль однажды сказал, «Я думал, что умру от старости, но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». Как человек, родившийся на юге, Сталин буквально поклонялся пшенице. Ситуация с российским хлебом стала еще более напряженной после известного эксперимента. Сделал это Никита Хрущев, когда решил насильно и повсеместно привить другую великую зерновую культуру – кукурузу. Эксперимент провалился, но кукуруза не виновата. Просто это еще раз доказало, что у каждой цивилизации свой хлеб. История изучения того, как кукуруза стала домашним растением, доместицированным, она очень сложная и очень интересная, потому что, в отличие от других растений культурных, которые дали основание человеческой цивилизации, у кукурузы довольно долго не могли найти дикого предка. Кукуруза сформировала еще один главный круг цивилизации. Историки называют его Мезоамерика. Сегодня эта территория примерно от центра Мексики до Никарагуа. Уникальность кукурузы в том, что, по мнению ученых, она родилась в результате случайной генетической мутации. И у нее не было шансов на жизнь. Исследователи паранормальных явлений считают, что загадочные свойства кукурузы можно объяснить только одним. У нее инопланетное происхождение. Есть версия, что некогда этот злак подарили людям спустившиеся на Землю существа. По мнению уфологов, есть и доказательства посещения инопланетянами Земли. Причем одно из них произошло как раз в районе Мезоамерики. Эту крышку саркофага археологи нашли в Мексике, на разваринах древнего города Поленке. На крышке изображен человек, который напоминает космонавта. Уфологи считают, что это один из тех пришельцев, которые и подарили землянам кукурузу. На самом деле там изображен царь Поленке, который умер и находится в состоянии перехода между мирами. И он изображен как молодой бог кукурузы. И у него вытянутый опять-таки череп, и специальным образом убранная прическа, которая показывает, что он напоминает богу кукурузы. Индейцы были уверены, что боги создали людей из кукурузы. Они даже специально при помощи дощечек деформировали головы новорожденных. А если рождался младенец-мутант, с головой похожий на початок, то это обязательно был счастливый человек. Ведь кукурузу индейцы считали даром богов. Она приносила по два, а то и по три урожая в год. Именно кукуруза дала возможность создать эти сложные цивилизации с развитой социальной сертификацией, с большими государствами, с городами, с письменностью, с астрономами, жрецами и так далее. Гигантские пирамиды майя и ацтеков, архитектурные чудеса древних индейских городов Мачу-Пикчу и Куско. Они появились благодаря тому, что на полях кукурузы крестьяне работали всего 50 дней в году, а остальные 300 с лишним дней миллионы индейцев возводили священные пирамиды и великие города. И народ, как говорится, был занят. И правителям слава. Кукуруза, рис, пшеница. Каждая из этих великих зерновых культур кормит миллионы людей. Но проблема в том, что население Земли очень быстро увеличивается. И хлеба на всех не хватает. И ученые бьются над вопросом, чем накормить планету. В этом хлебе нет ни грамма муки. Вот этот приготовлен из шиповника, хризантемы, льна и барбариса. А вот этот исключительно из зеленого молодого горошка. И запах у него специфический. Чтобы приготовить вот этот багет, мука тоже не понадобилась. Только красная капуста. По запаху и вкусу этот хлеб отличается от традиционного. Возможно, в недалеком будущем мы будем есть только тот хлеб, в котором совсем не будет муки. И вообще, количество инновационных продуктов в нашем рационе будет увеличиваться с каждым годом. Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Республики Беларусь. Вот уже много лет здесь проводятся исследования зерна, которого раньше вообще не было в природе. По многим свойствам, таким как устойчивость к болезням, устойчивость к небо-приятным климатическим условиям, превосходит значительно пшеницу, не уступает ржи, поэтому эта культура, в общем-то, стала очень популярной. Есть две замечательные, всем известные зерновые культуры – рожь и пшеница. У каждой из них есть свои достоинства, но есть и недостатки. И вот однажды ученые решили создать гибрид, который сочетал бы в себе все лучшие качества как пшеницы, так и ржи. В результате получилась вот эта культура. Ее назвали тритикали. Посмотрите, какой мощный колос. По мнению ученых, именно тритикали – хлеб будущего. Но создавалось тритикали методами обычной селекции. Ученые, как и раньше, использовали гены традиционных злаков, поэтому резко повысить урожайность не удалось. Какой же выход? Где взять новые чудодейственные гены? Институт эволюции в Хайфе считается одним из самых известных мировых центров генной инженерии. С помощью наших экспериментальных методов мы можем выделить гены в тех хромосомах, которые важны для улучшения урожайности. Внимание доктора Нева и его коллег привлекли бактерии, которые обитают в мертвом море. В процессе эволюции живые системы приобрели здесь гены, позволяющие переносить смертельный для большинства организмов солевой удар. Мы клонировали один ген, который назвали ХОК. Он обеспечивает организмам устойчивость к соленой среде. И теперь мы пытаемся его привить пшенице, чтобы в будущем выращивать пшеницу, устойчивую к соленым почвам, в пустыне. Ген ХОК, найденный в Мертвом море, ученик профессора Нева Дзюнь Куа Пен активно использует в своих экспериментах для получения генетически модифицированных продуктов. Многие критикуют, говорят, что эта продукция вредная. А если вдруг голод придет? Я не думаю, что кто-то будет против такой еды. И здесь китайское правительство приняло мудрое решение. Мы лишь занимаемся исследованиями. На практике пока новые растения не применяем. Недостаток хлеба на планете стал мощным толчком для открытия новых направлений в генетике, в том числе и в генной инженерии. Многие говорят о том, что вообще трансгенные растения, они все-таки могут влиять на потомство. Тоже это никто не может проверить. То есть кто-то будет говорить, что это да, да, это хорошо, или да, нет, нет, это плохо. И те, и другие будут лукавить, потому что никто абсолютно не знает, что будет потом. Одни ученые уверены, что без генной инженерии уже не обойтись. Другие считают, что она может оказаться ящиком Пандоры. Лаборатория Национального института агрономических исследований. Здесь пытаются понять, что испытывает клетка после того, как в нее внедрили чужеродный ген. Представьте, к вам в дом заявился непрошенный гость, самозванец, и вы должны к нему приспособиться. Может, он будет вас стеснять, но вам надо адаптироваться к его присутствию. Это очень напоминает то, что происходит в жизни клетки. Трансгенные растения стремительно покоряют земные шары. Сегодня их выращивают на полях десятков стран мира. Так на наших глазах новый хлеб создает теперь уже всемирный круг цивилизации будущего. Выращивать пшеницу будут совсем иначе. Поле станет другим. Оно приобретет совершенно иные измерения. В Брюсселе уже растет дерево, которое подключено к интернету. И оно сообщает в Твиттере данные о своем самочувствии и о состоянии окружающей среды. По мнению ученых, новый хлеб избавит человека от главного страха – страха голода. Да и нужен ли будет традиционный хлеб человеку будущего, который, вполне возможно, станет бессмертным? В 2045 году мы сможем значительно продвинуться в деле бессмертия человеческого тела. Один из этапов – это перенос человеческого сознания в некий виртуальный мир. Другой подход – трансплантация человеческого мозга в какой-то механический организм, например, в робота. У риса, пшеницы, ржи и кукурузы есть одна общая черта. Этот хлеб нам подарила земля. Можно, конечно, заменить его на искусственный, но потеряв свой хлеб, мы потеряем самих себя. Ученые уверены, что в будущем без искусственной еды человечеству не обойтись. Вопрос в том, какую новую цивилизацию, каких новых людей породит этот искусственный хлеб. Поэтому очень хочется, чтобы в мире будущего осталось место для доброго старого хлеба. Хлеба, который вырастили на плодородных землях под лучами теплого солнца. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok